основная цель проекта это показать значимость карстовых вод для снабжения нашего региона вот в том числе на уровне общественности и на уровне правительства вот то есть такую сделать популяризацию некоторую до в том числе этой темы ну и представить такой проект рекомендации уже для внедрения в нормативную практику для обоснования водохранных зон коростовых источников для управления ресурсами коростовых вода что нужно какое нужно проводить мониторинг и какие исследования нужно проводить для того чтобы можно было давать какую-то оценку ресурсам ну и прогнозировать да вот возможность использования вот этого источника как известно у нас крым напрямую зависит от ресурсов внутренних вод то есть все питьевые воды и хозяйственные воды которые мы получаем они формируются на данный момент в пределах крымского полуострова вот ну а основная область формирования это горный крым поскольку там выпадает большее количество осадков чем в остальных районах крыма ну и а горный крым у нас сложен в большей части коростующимися породами закоростованными известняками и общем эта вода которая выпадает в виде атмосферных осадков на массивы горного крыма она проходит через карстовые водоносные системы через карстовые массивы и уже у подножья выходит в виде карстовых источников которые дают начало основным рекам крыма которые в свою очередь наполняют водохранилища ну и мы пьем эту водичку из водохранилищ вот такая вот у нас система получилась ну а проблема состоит в том что до сих пор не учитываются особые свойства карстовых вод это такие как их высокая чувствительность к загрязнениям поскольку если мы производим какие-то какую-то деятельность в пределах водосборов на массивах на наших да в горах вот и получается какие-то загрязнения они очень быстро попадают в карстовые воды и потом выходят уже в источники и загрязняет воды в наших водохранилищах в общем-то у нас карстовые массивы они все являются такими открытыми системами расположенные на вершиной поверхности главной гряды то есть со стороны подземным путем загрязнения приходить не могут а поскольку это вот самая верхняя часть крыма у нас да в общем они происходят либо ну непосредственно на поверхности массивов до должны происходить вот ну и в принципе они могут происходить с атмосферным поступать с атмосферными осадками то есть бывают случаи когда у нас атмосферные осадки выпадают уже загрязнениями то есть бывает с повышенным количеством нитратов могут выпадать там либо там хлоридов все-таки все три основное загрязнение это то что производится в результате деятельности непосредственно у нас на водосборах на наших наших горах вот 0 если вы были на платой массива и петри да вот это видите знаете что там во первых есть населенный пункт прям на подъеме трассы съел тогда там охотничий такой населенный пункт там очень много заведений всяких общественного питания там и и там тому подобное да вот вопрос куда они сточные воды до свои направляют вот поскольку там нет никакой системы водоотведения то есть там ну и очистных сооружений никаких не да вот этот вопрос но я думаю что они все это как бы в природа туда да в карст это все выделяют вот потом верхняя станция канатной дороги вот в летний период сколько там людей то есть тысячи людей посещают у нас плато и петри да вот ну там у нас и пещеры оборудованные есть есть там канатные какие-то там переправы там и так далее вот тоже вопрос если есть люди значит есть отходы до бытовых то есть куда это все направляется как всегда любое исследование начинается с накопление данных то есть анализ имеющихся каких-то какой-то информации да и о сбор систематизация цифровизация да потому что сейчас все у нас завязано на цифровые технологии вот а данные у нас раз разрозненные и многие много данных очень таких интересных находится в диалогических фондов фондах фонд территориальной идеологической информации у нас вот есть по республике крым ну и там хранятся отчеты советских времен вот когда проводились те очень масштабные гидроидеологические исследования в горном крыму ну и вот это то есть такой большой архив данных вот мы работали вот с этими фондами собирали нужную информацию переводили их в геоинформационную систему то есть создавали такую базу данных пространственных данных которые характеризуют условия формирования карстовых вод в геоинформационную систему это например там количество атмосферных осадков это формы карстового рельефа которые перераспределяют в сток да вот в карстовые системы это подземные карстовые полости это модели рельефа массивов это космические снимки через десятилетия то есть начиная там с 50-х годов вот эти данные они все никуда не пропадают они дополняются как-то детализируется да и уже вот в современные форматы переводятся но используются современные методики технологии вот в том числе для построения моделей специализированных прогнозных там и так далее для выделения водоохранных зон источников вот это пип так и первый был этап ну и мы по итогу обработки этой информации получили предварительные оценочные карты уязвимости карстовых вод для основных крупных массивов горного крыма это айпетринский массив четвердакский долгоруковский и карабийские горные карстовые массивы вот то есть у нас уже есть карты предварительные карты которые у нас характеризуют ну степень чувствительности вот этой среды к загрязнениям так так скажем ну и потом из этих карт мы уже получаем их переходим на планирование зон санитарной охраны карстовых источников да то есть где нужно какой режим управления применять раньше не было возможности накопления таких массивов данных как сейчас да их обработки быстрой и представление в виде уже готовых карт охранных зон да вот которые можно использовать уже непосредственно в деятельности вот ну и той точность существенно конечно же увеличила сейчас увеличились в общем то возможности и то есть мы сейчас используем много автономных регистраторов которые у нас работают в пещерах да вот и фиксируют режим карстовых вод то есть как они меняются то есть как и меняется там уровень воды минерализация температура то есть раньше таких приборов просто не было ну приходилось это делать там вручную то но это в невозможно было с высоким временным разрешением делать да сейчас мы можем как бы вот там дому пойду там минутного там или секундного разрешения следить за тем как у нас происходит этот процесс вот ну и соответственно у нас появляются какие-то новые вопросы почему вот именно так вот раньше потому что наблюдение проводили раз в лучшем случае раз в сутки выходили там да куда-то что-то мерили чаще всего раз в три в четыре дня то есть а у нас поводки они могут там за один-два дня да то есть резко подняться вода и резко схлынуть вот и вот такие вот события они просто не были зафиксированы да вот ну и вот сейчас конечно же возможности вот но есть автоматизация таких наблюдений потом автоматизированный отбор проб воды тоже у нас есть оборудование планируется в начале года эксперименты вот пока сейчас у нас еще такой сохраняется высокий уровень обводненности массивах главной гряды то есть сейчас еще там есть снег там еще дожди пройти вот сейчас но самое удобное время для проведения этих экспериментов поскольку у нас коростовые системы они очень активно функционируют да поэтому вот хотим еще в начале года провести эксперимента в том числе сделать такой симулирование сброса загрязнения но выделение загрязнения в разных условиях то есть где-то на непосредственно водоток запустим где-то мы просто на поверхности можем краситель до распылить то есть мы посмотрите вот как зависит характер прохождения красителя от условий запуска то есть да в каких условиях мы запускаем вот где именно вот и как он на выходе себя потом показывают то есть какой концентрации проявляется с какой скоростью он проходит вот то есть хотим да еще успеть провести эксперимент она потом уже будем по большей части вести такую обработку результатов и разработку рекомендации да мы хотим сделать предварительное представление его в органы государственной власти которые занимаются у нас управлением водных ресурсов это государственный комитет по водному хозяйству республики крым ну и хотим также подготовить такую научно-популярную может быть брошюрку или же может быть такую чуть побольше чем брошюрку монография до для того чтобы у нас просто общество тоже как-то просвещалась понимала вот что какую воду они пил да как она формируется и как ее сам можно сохранить да как грамотно использовать эту воду мне кажется вот для культуры населения это очень важно культуры водопользования то есть вот просвещать людей таким образом вот то есть ну ну и конечно же это будут будут уже схемы зонирования вот этих вот режимов охраны вод для водосборов вот этих массивов которые мы изучаем да вот которые у нас являются ключевыми такими да вот это четвердакский карабийский и долгруковский и петлинский массивы то есть вот конкретно мы покажем вот как нужно устанавливать такие в пределах каких зон нужны такие вот режимы особой охраны да потому что у нас далеко не везде соблюдается охрана то есть где-то у нас есть режимы охраны природных территорий где-то его нет да то есть есть территории которые у нас не имеет такого режима но в общем ну и по сути там ну можно вести любую деятельность получается да ну вот мы должны показать что как бы это не всегда правильно поскольку все таки ну для крыма основной как бы ресурс самый важный да это качественные питьевые воды вот ну и конечно же вот их сохранять это приоритетная задача если будет на это спрос в общественности вот ну к таким работам да но я бы надеюсь что будет все таки что мы покажем значимость этих работ вот ну и выйдем уже на такие передовые позиции в мире хотя мы в принципе сейчас тоже не самые там до последний в этом смысле ну в общем есть еще чему стремиться нам и